Можно сказать, что в селах Пешетравневого сельсовета водоснабжение в целом организовано на достойном уровне. Здесь практически нет зависимости от предприятия водоканал, так как в наличии 13 собственных полностью автоматизированных артизианских скважин. Вместе с тем на улице Учительской в районе центральной усадьбы в каждом дворе есть свой действующий колодец. У всех есть, да, без этого никак, потому что летом у нас проблема была, напор воды слабенький был, воды не хватало. Кто живет здесь, тот знает проблемы. С водой у нас проблемы всегда были. Трубы у нас уже старые, еще от Советского Союза остались, ржавчины полно было, напор плохой был. Вот сейчас поменяли только у нас трубы. Напор отличный, сейчас вода чище стала. Довольны, довольны. Председатель сельского совета захотел поменять трубу, чтобы люди не мучились, чтобы этих прорывов не было. Поменяли, люди согласились все, все. А сколько вам это стоило? Ничего не стоило. Это все бесплатно. Реконструкции системы водоснабжения с заменой труб на новые пластиковые, пишет Равневым, занимаются не первый год. Бюджет не позволяет сделать все сразу, поэтому работа идет поэтапно. Уже проложено более 20 километров нового водопровода, что заметно улучшило и качество воды, и интенсивность подачи. Остались три улицы. Учительская, 108-й гвардейской дивизии и Лесе-Украинки. В этом году начали с учительской, протяженность водопровода которой… 1350 метров. Почему мы выбрали именно учительскую? Потому что, проанализировав, за последние два года на этой улице было 7 или 8 прорывов водопровода. Постоянно ремонтировать чугунную трубу, которая находится на глубине 4 метров, нерентабельно. Поэтому отдали предпочтение новым проверенным технологиям. В скором времени пишет Равневый сельсовет объединиться с соседними селами в единую визирскую громаду. Совместный бюджет даст возможность больше внимания уделять инфраструктуре сел, дорогам, водоснабжению, освещению улиц, вывозу мусора, что создаст более комфортные условия для проживания во всех населенных пунктах будущей громады.